Всем привет, дорогие друзья, это канал СамСолнышко Плей, и сегодня мы вместе с вами возвращаемся в прекраснейшую, интереснейшую новеллу Зайчик, чтобы пройти путь Полины. У меня записаны прошлые серии, они были именно по пути Лисы и Алисы, то есть мы ходили вместе с ней, но сегодня мы с вами пройдем путь с Полиной и посмотрим, какая же история нас ждет там. Поэтому выбираем Полиночку, Полиночку-красавицу-скрипачку. За окнами вился снежок, словно плясал в так, зазвучавший за поворотом музыки. Я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору, с недаемой любопытством. Полчаса, что я ждал здесь, проползли улиткой, хотел скорее увидеть Полину снова. Музыка стала громче, она струилась из приоткрытых дверей в дальнем конце коридорного тоннеля. Мои музыкальные вкусы ограничивались летовым и шевчуком, старыми песнями о главном, шлягерами по телевизору, а также клипами, которые иногда записывали бонусом на видеокассеты для затравки перед фильмом. Но мелодия скрипки пленила меня. Она оказалась тончайшей резьбой по дереву ценной породой, фрустальной игрушкой, дуновением теплого ветерка. Я приняк дверному косяку. Полина пряталась от меня в глубине класса, но ее тень, тень девочки со скрипкой, падала на стену. Столько грации было в движениях, руки и смычка, что я будто поплыл на волнах музыки. Сердце словно пробило преграду в рудной клетке и понеслось скачь. Быстрее и быстрее по снежным просторам скользая межсосинг солнцу, пылающему над валежником. Заскучал? Ты что-то как-то неожиданно появился. Я погрузился в мысль с головой, а не услышал шагов. Искупавшаяся в музыке Полина стала еще волшебнее. Да нет, нет. Я о комиксе своем думал. Зачем-то я соврал. Ты комиксы рисуешь? Да, ну то есть планирую рисовать. Ага. И про что твой комикс? А все тебе расскажи. Про самую очаровательную... Блин, господи, Антон, ну что за... Про самую очаровательную и добрую скрипачку, чудом оказавшуюся в этой обители страха. Про лису. Ой, точнее про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой. А потом они... Они пляшут в ночи. Ого, как интересно. Сам придумал? Да нет. Я опустила глаза... Вдохновился. Глядя вак... Ой. Что-то я это... Быстро очень нажала. Мы спустились на первый этаж. Я отворил перед Полиной дверь. Папа говорил, как важно быть джентльменом. Значит, творческая личность. Я догадывалась, что ты не такой, как все. Особенный. Шутишь? Я... Я самый обыкновенный. Это Семен обыкновенный. В смысле, обычный придурок. Обычный дурачок. А в тебе живет нечто доброе и пушистое. Я же зайчик. Что-то от тебя в полу ног прерываю Полину, когда мы пересекали школьный двор. Ай! Не бойся, это Жулька. Ой, Жулька. Я встала на одно колено, почесала за ухо гавкающую собачонку. Она бешено виляла хвостом, будто это был пропеллер. Я глядела прошкольный участок, ожидая увидеть Алису. Но девочки-лисы не было ни во дворе, ни на дороге. Брось ее! Ты что, она же дикая! Клещи еще подцепишь. Собак не любится. Какие клещи зимой? Ты что, с ума зашла? Нет, у нее хозяйка есть. Вроде. Полина поднесла к рту платок с неприязнью, наблюдая за веселящейся псиной. А у тебя никакой еды не завалялось? Кажется, что-то осталось. Покормим и пойдем, ладно? Блин, слушай, ну... Девка, которая не любит животных, ну это уже звоночек, понимаешь? Это уже звоночек, что, возможно, вам не по пути все-таки. Она вынула спортивную бутерброд, швырнула жульки, швырнула, не дала, не положила, швырнула. Все, заметочку, запомнили, записали себе в голове. Собачонка накинулась на лакомство, отбросила носом хлеб и принялась за докторскую колбасу. Какая привереда! Ешь все, давай! Полина дернула меня за рукав, поторапливая. Ты чего? Ты че? Ты че? Ой. Скрепачка буквально выволокла меня за калитку, брыская в кулак. Пока, жулька. Жулька, пока. Короче, какая-то она странная, если честно. Я повернулся. По кем-то жулька провожала нас обиженным взглядом, такая одинокая на фоне школы. Прости, жулька. И тут Полина перестала смеяться. Шла рядом, отстраненная, с пустым взглядом. Нечего паразитов плодить. Замечание вышло достаточно резким. Разве дворняжка виновата, что живет на улице? Они потом на людей кидаются. Ой. Прошлой зимой такая стая чуть дедушками загрязла. Да прям такая. Какой кошмар. Ему с тех пор не здороваться. Ну, типа ей по этому собаке не нравится? Ну, что-то я не знаю. Его парализовало. Он больше никогда не сможет ходить. Ну, ладно. Хотя бы объяснили. Я с ужасом вспомнил став дикий собак, преследующего меня накануне. Мне очень жаль. Ничего. Полина вновь пленительно заулыбалась, прикрыв глаза. Главное, что мы друг друга поняли. После ее слов я и думать забыл про Жульку. Около ограды третьей клашки перебрасывали снежками и напевали звонко. Раз, два, прилетит собак. Сова? Оля. Вспыхнул образ сестры, скучающего окна, высматривающего меня в сумерках. Я пообещал себе, что не задержусь, провожу Полину сразу домой. А что это за песенку малые поют? Уже второй раз за день ее слышу. Мы шли по главной улице. Где-то рядом бурчало, разгребая заносы тракторов. В пепельном небе парили вороны. Целая старая черная птица птиц взрыскала над нами, напоминая шуткие кресты, сорвавшиеся с могилы. Про сову? Это считалочка местная. Мне ее в детстве дедушка напевал. Местная. Он интересуется историей края. Много знает про наш фольклор. И что там за считалочка такая? Слушай. Она пошла спиной вперед, смотря на меня и задурно улыбаясь. Раз, два, прилети сова. Три, четыре, пять. Время поиграть. Шесть да шесть. Дыбом волчьей шерсть. Семь, восемь. Бьем копытом озимь. Для медведя, для лисы зайчик кушать принеси. Зайчик остается, это я. Я подумал, что одну лису встретил сегодня утром. Хорошо, что ни волка и ни медведя. Но любовь к спутнице и странно смелее вслух сказал совсем другое. У тебя красивый голос. Полина, как я от него поправила челку. Спасибо. И что же, это конец считалочки? Принес им заяц покушать или нет? Пойди, узнай. Спросить не у кого. Считалочка очень старая. Древняя даже. С ней легенда одна связана. Ооо, вот это интересно. Если тебе интересно. Очень интересно. Конечно. Тут в тайге раньше племена жили разные. Дедушка говорит, у них была такая инисе... Исцениация. Короче, такой ритуал, когда мальчику наступала пора становиться мужчиной. Я навострила уши. Ведь и мне скоро не за горами превращаться. Юношу отводили в лес, и он должен был три ночи провести там, охотясь. По легенде, один такой юноша ушел в тайгу и пропал. А вернулся, когда его перестали искать. Нагрянул в деревню, исцарапанный, грязный, замерзший. Я представил долгие ночевки среди сосен и движих берлок. Родные выбежали к нему, а он упал на землю. Привели шамана. Тот осмотрел молодого охотника и помрачнел. Сказал, плохи дела. До утра юноша бился в судорогах и повторял эту считалочку. Цельного и снова. Раз, два, прилети, сова. Будто ему в тайге нашептали. А к рассвету он умер. Только вот шаман сказал, что он и так был мертв. Что он мертвым из лесу пришел и мертвыми губами шептал считалочку. Интересно. Я опешил. Это точно не ужастик. Фольклор бывает пострашнее всякого кино, уж поверь. Дедушка говорит, что племя то собралось спешно и ушло на юно. Они были смелыми, если жили здесь. Полина пнулась укроп сапожком. Смелыми и глупыми. Неужели надо мертвецу явиться из лесу, чтобы до людей дошло? Дошло что? Что нужно уезжать отсюда. Есть целый мир. А есть наш поселок. Мир. Она широко развела руки. Поселок. Она показала что-то миллиметрово двумя пальцами. Я часто представляю большие города. Могу часами рассматривать глобус. Или журналы вокруг света из библиотеки. Какие же там прекрасные названия. Только послушай. Рейкияви. Тель-Авив. Это же чистейшая музыка, а не слова. Она загружилась, мечтательно зажмурившись. Впереди вздымался лес, соприкасаясь с низкими облаками. Дорога проваливалась в полутьму меж сосис. Я бы могла покорить сцену, выступать перед тысячами зрителей. А я сцены ужасно боюсь. Так ты другим возьмешь. Живописью. У нас-то есть будущее. А что ждет того же Семенов? Ну, станет он еще толще. Ну. Ну, будет пирожками торговать. Ага. С собачатиной. Да это не смешно было. Мы рассмеялись обеспеченным весельем и изгнали тревогу. Если ему, конечно, доверят пирожки. Наверное, ты права. Он их в один присест слопает. Я так и думала, что вдвоем в лесу не страшно. Я поглядела по сторонам. Снег пускал искры, отражая последние солнечные лучи. При мысли, что мы тут одни, пульс участился. Да, ты была права. Не знаю, девка жуткая. По-моему, очень. Я как-то с Алисой безопаснее, чем с ней. Нет? Идут что-то идут. 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 А что замолчали-то? Полина поспешила по просекам. Давай! Никогда в жизни! Ты знаешь, ты так изъясняешься, как персонаж из приключенческой книжки. Комплимент это или насмешка? Не хотелось искать подвохов. Только не во время такой чудесной прогулки. Ну да, я люблю книги. Ого, читающий мужчина! Звучит интригующе. Сексуально. Мужчина? Серьезно? Я засмущалась и покраснел. Но тысячу раз поблагодарил судьбу за то, что брожу теперь с Полиной по лесу. Девочка внезапно замолчала, задумчиво смотрел с чернеющей дебри. Словно в ожидании чего-то. И мне сделалось неспокойно. А затем она спросила холодно. Ты был там? Где? В чаще? Полина засмеялась, разрушив мои переживания. Да нет! В большом мире! В городах с музыкальными названиями! А разве Москва музыкальное название? Больше похоже на кваканье лягушки. Полина замерла и недоверчиво смотрела меня. Ты был в Москве? Ну да, в детстве. Глаза Полины заискрились. И какая она? Ну, красивая, шумная, неоновая. Неоновая. Она словно спаковала это слово. А на Красной площади был? Конечно. Она такая выпуклая. И в ЦУМе был, и на ВДНХ. Мне больше всего метро понравилось. Там так пахнет. Как? Бомжами, наверное. Странный какой-то вкус. Она бросилась ко мне, схватив за рукав, пытливо вглядываясь. Не могу описать. А нарисовать? Что, запах? Великие музыканты могут сыграть запах. Не может быть. Я дам тебе кассеты. Она снова закружилась под снежком. Я обязательно побываю в Москве. А главное в Вене. Вена моя мечта. Ой, я была в Вене. Это же столица музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус, филармонический оркестр, государственная опера. Я буду выступать, а ты рисовать. Ох уж эти детские мечты. Ты будешь продавщицу в магазине, а он охранником в пятерочке. Восторг передался и мне. Да ладно, шучу. Если будут учиться, будут нормально работать. Хотела сделать что-то прямо сейчас, немедленно. А ты куда хочешь попасть? Я признался, вздохнув. Войти. В Диснейленд. Почти то же самое. Я опять вспомнила Звездный час. Оля, конечно, предпочитала зов джунглей, но меня по понедельникам было не оттащить от экрана. Разноцветные столы с цифрами на табличках. Обаятельные супаневы у Штруала. А призы? Шоколады яйца, видеотехника. И самая будоражащая путевка Диснейленд для победителя. Родители обещали свозить меня туда, в страну Микки Мауса. И поначалу я верил им. А возможно, поначалу они тоже верили. Теперь на вопрос о путешествии они лишь отмалчивались. А меня разбирала смертельная обида. Три слова буквально рвались из горла. Вы же обещали. Полину словом угадал мои мысли. Добраться туда проще, чем нам кажется. Каждый лепит свою судьбу как хочет. Она набрала полные горсти снега. И вдруг, позабыв обо всем, заговорицки улыбнулся. Да все там заговорицки улыбаются. А давай снеговика лепить. Ой, я думала мы снежки будем брать. Как с Сельсой. Когда вернулась домой, то обязательно слеплю снеговика для Оли. Вот она обрадуется. А пока... И мы уже скатывали первый ком вместе плечом к плечу. Полина смеялась. Плохо нападали на ее оживленное лицо. И она так очаровательно сдувала их. Первый готов. О, действительно готов, смотри. Чего у тебя такой маленький шар, Антон? Максимум голова снеговичка. Больше надо. Не ленись. Я забыл, когда последний раз так веселился. Полина вытерла рукавичко с левшей гумбой. Ты мечтал когда-нибудь очутиться? На другой планете. Что-то такое промелькнуло в ее взгляде. Я не смог разгадать. И даже в другой вселенной. Полина будто бы облегченно вздохнула. Тогда ты понимаешь меня. Ладони скользили по кому, сглаживая шероховатости. Почти идеальный белый шар вырос посреди полен. За ним появился второй. Мы взяли его с двух сторон и водрузили на основание. Ой, какой лапочка. Наконец, Полина помогла третьему шару оседлась предыдущая. Ставить голову на место? Это мой конек. У тебя морковка случайно не заваляла? Конечно, сюда с собой морковку ношу. Увы. На этой опушке не было ни страха, ни тревоги. Осмелев, я побежал к чаще наломать веток. Дернулся перед путями бурелома. Как вдруг голос Полины вытащил меня из забытия. Антон, там кто-то есть. Я подвернулся растерянный. Полина смотрела на меня. Нет, на что-то за моей спиной. Смотрела и хмурилась. От былого веселья не осталось и следа. Полин. Она медленно подняла руку, указывая на подступающую тьму за деревьями. Впереди кто-то стоит. Темная сгорбленная фигура. Видишь? Маньяк, наверное. И ручищами сосну гладит. Ну точно маньяк. Обернувшись, я проследил за ее пальцем. В сухом оленнике было пусто. Там никого нет. Оно спряталось. Или она угорает надо мной. За деревом. Стало вдруг душно. Я непроизвольно оттянул воротник. Желудок свело от спазма. Неверенно улыбнувшись, я поинтересовался с надеждой. Это что, шутка? Это что, шутка какая-то? Полина словно онемела. Она безотрывно вглядывалась в бездну леса. Проверка на храбрость. Решил я и зашагал к черному, лоснящемуся стволу. Тогда как взгляд Полины подталкивал сзади. Что я сел, я попытался храбриться. Но внутренний голос призывал замереть. Сжаться комочком. Да хоть прикинуться дохлым, но не идти туда сгущающейся тьму. Лесные сумерки плавали вокруг, сужая кольцо. А пушка была колодцем. В чью горловину с трудом пробивали солнечные лучи. Я слышал, как воздух звенит. Или звенело в моих ушах. Фу! Нефигас? Нет, нет. Шаг. Второй. Я прикусил губу, чтобы в случае чего не завопить. За сестной никого не было. Я выдохнул. И опять вернулся к Полине. Полина, здесь никого. Полины-то тоже уже нет. Убежала твоя Полина. Ну, здорово, Антошка! Ну, здорово, пацаны, здорово! Давно с вами не виделись. Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер, вышли ухмеляющийся Семен и его гогочешу и шайка. Опачки! Какая встреча! Очкарик в зубе в сарик на! А шутки все те же. Ой! Полина ойкнул, когда подонки отодвинули ее подальше от меня. Словно хищные ста, они ее окружили. Окружали меня, вынуждая пятиться. О! Вот уроды! Нога грузного Семена протаранила брюхо снеговика. Коми развалились, стали бесформенной кучей, с которой печально торчала сломанная ветка. Полина обиженно ахнула. Днев ошпарил меня кипятком. В ночь шибанул запах пота и табака. В рту стало кисло, словно я лизал батарейку. Полин, не бойся! Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Полинка, ты че боец? Лучше за себя беспокойся. В смысле, пацаны? По правилам вот этим вот всем, если я с женщиной, то вы меня трогать не должны. Пацаны, это пацанские понятия. Здоровек сплюнул сквозь щель в зубах и резко натолкнул меня так, что я впечатал спиной в дерево. Но как? Не очень. Страшно, мудила. Нет. Позади раздался сердитый возглас Полины. Не трогайте его! Блин, она меня защищать будет? Что, сступать за меня? Лучше бы Полины здесь не было. Лучше бы она не видела этого позора. Глядите-ка, пацаны! Девчонка за него заступается! Ни о чем не делать-то востроя, я одна. Ага, ты клона! Ты, сука приезжая, не на того руку поднял! Семен уже двинулся на меня, замахнувшись... Ой. Внезапно другой хулиган в спортивных штанах оглушительно свистнул, и здоровяк попорно опустил занесенную руку. Это было неожиданно. Главный в банде оказался не побурен. Надеялись и слушались этого похожего на хищного зверка парнишку с крепкими острыми зубами. Бить не стали. Видимо, собирались для начала поглумиться на глазах у девчонки. Проклятие. Слышь, Гондон Батькович, а это кто? Еще одна подружка? Какая подружка? Да у тебя тут гаремно! Жулька! Я только сейчас заметила рядом с собой дрожащую от холода жульку, на шерсть которой налепили комки снега. Блин, я не хочу, чтобы ее ударяли опять. Видать, бежала от самой школы и нашла нас по запаху. Хулиган присел на корточке и жестом поманил собаку. Ой, ты батюшки! Сейчас опять ударит ее. Ко мне, сучка блохастая! Остальные мерзко захихикали. Собака, навострив уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда! Иди! Блин, прям дотроша! Вся банда взорвала смех и у меня сердце обледенело. Даже птицы, держи на ветках, отозвались с испуганным краем. Мельком я заметил кое-что странное. А чего она улыбится? Полина с трудом сдерживала улыбку. Я говорю, она конченая, она конченая, такая же, как они все. Неужели она настолько не любит собак, что садистский поступок тощего развеселил ее? Встретившись со мной глазами, Полина сменила торжествующую хмынку на озабоченную гримасу. Ой, не тот даму мы выбрали. Почему она не убегает? Ужаснулся я. Будто кто-то прошел на периферии зрения в обманчивых суперках спящего леса. Или просто пусты на ветру шевельнули за индивелым шипам веток. Робка! Она ж больше срать не сможет. Давай теперь я второй раз, ебану, минус на минус да сплюсь. На дворняге уже след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага. Да ним кофякно. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Да без Б. Не надо. Я могу ударить-то? Семен демонстративно поднес к моему лицу весь это кальция. Печатку. С каким-то геометрическим символом. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клейма на всю жизнь останется. И куда подевалась моя потеная на силу и храбрость? Я проситал, стой, а голова мотнулася, режущаяся с кулак Семена. Красные искры брызнули из глаз. Сейчас меня забьют толпой. Стоп, подожди. Рома! Пусть они прекратят! Прости, но пацанам надо по-мужски побазарить. А тебе в сторонке постоять. Беша! Подсоби! Семен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами. И тот подставил под ножку. Я упал на острый укор кульдая. И толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырлся болезненный стон. Слыхали, как заныл. А ты случи мне пидик. От злости и обиды я начала задыхаться. Больно расстало. Ухо пульсировало и пекло. Точно его отрезали, а поверх пришли... Пришили ком крапива. Че молчишь, Антошка? Отвечай, ты педик. И тут я почувствовал чистую, незметненную ярость. Концентрат мой злоб. Как чернила с прута, она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Двори! Знаете, что мой... Мой отец... Тотопедик! Семен загоготал. Это стало последней каплей. Страх и зло сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Он и кедо занимался. Поняли? Он еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивали. Я только слово скажу. Ромка поднял руку, остановив поток лыжи, и сделал пару шагов вперед. Семен медленно отступил, даже дав мне возможность встать. Сосны качались молчаливыми стражами. Неужели поверил? Или его смутило мое перекошено от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой? И мой. Да, и в каких войсках, интересно? Я замялся, страх вцепился в глотку злости и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка! Бля, Будуна! Думал, меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. Ха! В школе тебя училка спасла! Ну а теперь все! Ха-ха-ха! Хана тебе! Во-во! Давай, Антошка! Молись, чтобы твой труп по весне нашли бы на! У вас так-то свидетель. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Жирного стукнул, одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь и моргу, блядь! Сёма, ушатай-ка его! Хулиганы вновь замкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках. Ну, Ромочка, ну хватит! Ну, Ромочка! Ты уже всё доказал! Дай нам уйти! Ты иди, иди. А мы пока мусор приберём. Она чё-то вообще не особо помогает мне. Меня зацепило даже не это оскорбление, а ласковая Ромочка из Усполины. Это, кстати, да, меня как-то тоже это смутило. Уроды оттесняли девочку к соснам. В ветке качаясь, как будто что-то шептали, обнадёживали. Стиснув зубы и борясь в мысль, что выгляжу глупо, я встала в боксёрскую стойку, которую частенько видел в кино. Хера ты, Майк Тайсона! Это была моя первая драка. Но я так понимаю, что с версией с Полиной, с Полиной будет та же самая ситуация, как и в одиночной, что мне просто долют люлей, и я ничего с этим поделать не могу. Запомню но всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глаза я заметила, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто бы не кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовала клешный Рома, схватившийся за портфель. Манатки, Антошка! Махаться мешает! Я была уперся, не желая починиться мерзавцу, но он ловким движением выудил из-за пазухи нож бабочку и демонстративно крутанул, подставил остырёк моему горлу. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дёрнул изо всех сил, и рюкзак перекочевал к нему. Полина звизгнула. Ромка подмигнул ей, мол, без паники. Вальяжный, спокойный. Противно скаливаться он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ща поглядим, может это был... Опачки! Ромка многозначительно ухмыльнулся. Ах, вещички мои посыпались, посыпались. А так, а что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Мою любимую масочку. Маска. Он поднял её высоко, словно показывая кому-то ещё, кроме нас, кому-то в кронах, в сумерках за деревьями, старая маска зайца, в длинные потрёбанные уши, едва заметно нарисованные носа усы, облезла мех на щеках. Откуда ей было взяться? Подбросил кто? Семён хохотнул. Новый год уже прошёл, мудила! Или ты реально поехавший? Это не моё! Да как не твоё, э? В твоём портфеле лизала на! Ромка наблюдал за этой сценой, ехидно улыбаясь. Дикари! Масок раньше не видели! Таких конченых не видели! А знаешь что? Надевай! Зачем? Надевай, говорю, попрыгаешь перед нами! Давай, давай! Или без останов, домой пойдёшь на! Только не при полине! Надену! Сёма, надень-ка на него! Даша услуживала, подскочил к приятелю, взял облупленную маску, отвесил шутовский поклон. Затем передал её Семёну, уже потиравшему руку в нетерпение. Я оглянулся на сосны. Словно ждал помощи, ждал, что тени, ползающие вокруг нас, сжалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали взломанные под страшными углами руки. Почерневшая кора была обварившейся кожей, а тьмогарью. Не убегу, не успею, догонят. И тогда... Нет, никуда не побегу, я не брошу Полину. Только учти, Сёма, если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Да поглядя на него, он же дурик конченый! Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав! Давай, толстый! Восстанавливай авторитетно! Или сам у нас запрыгаешь так, что Тетяндра отцепится! Значит, он и вправду боится Ромка. Семён вырвался под нос, лобно зыркал на меня, затем на Полину. Вот, это чтобы маска хорошо налезла. Блин, так он любит харкаться, блин, вообще харкается. Он смачно харкнул заячью морду и поднес маску к моему лицу. Пулевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-звериному дернулся, скривился. Хотел что-то сказать Семёну, но промолчал. Полина в ужасе закрыла лицо ладонями. Сёма тёрся рядом, омерзительно скалясь и опаляя меня вонью с пасти. Надевай, Бера, а ты урою! Маска словно бы стала ещё отвратительней, злее, но вопреки всему, казалось, она могла подарить спасение. Стать второй кожей, только пример, только коснись лицом её твёрдой бугристой поверхности. И мех зацеребриться, ужасно трепещу живыми мышцами. Стоит надеть её, и Семён с компанией не станет. Навсегда. Да прямо унизили один раз, а унизили второй. Не-не-не, посылаем. Почему-то Ромкина недовольство Семёна меня расхрабрило. Что-то у них было не так в банде, старые разногласия. Мне бы расковырять эту рану. Знаешь что, Семён? Моя любимая часть. Собственный голос ровно и твёрдо удивил меня. Я сделал шаг вперёд и тихо, спокойно, отчеканил. Иди нахуй. Мир словно поставил на паузу, а через секунду разморозили. Зрачки Семёна расширились. Маска выпала из мясистых рук. Он некоторое время оттуплённо переваривал услышанное, будто тужился, решить в уме сложное уравнение. И, судя по пульсирующей налоговения, ответ приводил его в бешенство. Остальные молча наплетали, за ним предвкушая скорую расправу. Я заметил, как вытягивается от ужаса лицо Полины. Ты... Ты... Ты троп! Полетел, блин. Уч, Семён налетел, прошу нацепился мне в лицо с крюченными пальцами, обгрызенными ногтями. Я пнул куда-то в слой жира потуплёнок. Да! Всыпь ему! И мир лишился чёткости. Расплались контуры чёрных деревьев, затуманились лица одноклассников. Мои очки! Что? Ничего не видишь без очков, мудила? Он воздел к небу руку с моими очками, так что я не мог до них дотянуться. Отдай! Сейчас же вер... Меня прервал свинцовый кулак заострённой печаткой, который с хрустом врезался мне в бровь, обракинув на промерзшую землю. Хоровод смазанных лиц, давящихся, отвратительным смехом развился надо мной и доводил до тошноты. Ну вот, кстати, по-моему, когда мы проходим через Алису, ребята за меня заступаются. А сейчас они за меня не ступаются, то есть я продолжаю с ним драться один на один. И только я успела помнить, как раскувающаяся фигура стала стремительно приближаться, но вместо очередного удара протянула мне руку. В надежде, что это Полина, я охватился за неё, как за соломинку, тут же понял, как я ошибся, почувствовав укол сорванных сухих мозолей на ладошке. Это был Ромка, он помог мне встать на ноги. Правда, ничего не видишь? Голос звучал сочувственно, что смутило меня. Я прищурилась, еще в том Аню Полину. Она собирала мои вещи в рюкзак, распихивала цитратки. А слышишь, хорошо? А? Он склонился ко мне в плоту и спросил уже без напускного дружелюбия. Слышишь ты, хорошо, Антошка? Да. Я задачу наморгну. Ну так слушай внимательно. Он отряхнул мою куртку, а потом ударил в скулу со всего размаха. Двигайся. Через мою щелкнула, попадясь между зубов в язык, и я бы не только видел попу, но и изъяснялся похуже Бяши. Меня занесло в мир... Меня занесло. Мир в очередной раз крутанулся елой, но Ромка подержался локоть, не давая упасть. Где-то далеко вскрикнула Полина. Антон! Бяша сгреб ее в охапку, не давая подбежать ко мне. Это тебе аванс. Я еще раз увижу тебя с Полинкой, хотя бы в метре от нее пеняй на себя. Ты понял, а? Да. Чисто, чтобы закрепить. Ой, куда еще раз-то? Кулак прилетел в мой висок, мир опрокинулся. Казалось, я падаю в небо, цвета разложившегося мяса. Я схватился за корни, чтобы не кувыркнуться вверх. Сознание с дутым шариком болталось на поверхности пучины и тонуло, скользило ко дну. Я попытался пристать. Размытая фигурка Полина отмахилась, на две другие, взяв ее под руку, уводили прочь. Мы домой тебя проводим, не бойся на. Мало ли, какие психи в поле сушастые. Атоша, пускай отдохнем. Полина! Ботинок ромки прилетел мне в лоб. Еще раз, что ли? Да хорош уже, избивай, человек. Сколько можно. Рука подломилась, затылок стукнулся о лед, зрачки безвольно закатились. Тьма выпрыгнула, замерла и слопала меня. О, я пошевелился, потернулся на наволочку, с трудом разлепил веки. Рисунки на стенах, книга, стопка комиксов. Я потрогал челюсть, опасаясь, что она ответит вспышкой боли. Пальцы переползли к виску, ни шишки, ни боли. Я сел в кровати, удивленно моргая, поправил очки. Изучил свои руки, чистые, без грязи под ногтями. В рюкзак купикарнула стола. Отголовский бесед раздавали за дверью. Я дома, в своей спальне. Сам добрел. А очки? Их мне Семен вернул? Может, Полина? Или неизвестный доброжелатель? Решив выяснить это позже, я глянул, выдумил в окно. У леса было множество тайн. Но он не спешил ими делиться. То есть, смотри, он... Получается, если мы не идем по пути Алисы, то мы уже вообще как будто бы со зверями не встречаемся, да? Потому что у нас уже есть очки. То есть, Саванна мы их не перенесет. Хотя, возможно, это у него запасные очки сейчас. И единственное, что я еще заметила, что если мы не убираем Алису, мы не видим маньяка. То есть, мы не сможем с тобой правильный фоторобот составить. Потому что все, мы его должны были сейчас в лесу увидеть, если бы мы по пути Алисы пошли. А сейчас вот мы его все, мы его не видим уже. Часы на припаркованной тумбочке показывали 10 утра. Солнце светило под полем, над полем, но не согревало его. Закряхтело старыми костями чещоба. Я могу что-то здесь посмотреть? А то я вечно пропускала тут, ну окей. Только выходить куда-то. Я вышел в... Снится, наверное, слушай. Ему снится. Я вышел в коридор и отзвуки беседы сделать громче. Смех. Как давно я не слышал, что мама смеялась. В тихом доме, среди притрившихся теней. Такой обыденный, родной смех. Я прокрался по лестнице, словно боялся спухнуть момент. А я ему говорю, комиксы есть, зайца твоему купить хочу. Опять заяц. А вот, ваш заяц комиксы читает. Мама рассмеялась. Ей вторила Оля. Ну да, я говорю, зайца меня приколоть. Боже, ты лучший. Да ты сомневалась. Это сон, это сон. Жених и небеса. Когда я вошел на кухню, мама целовала отца в макушку, а он поглаживал ее по плечу. Оля сидела между родителями, вооруженная вилкой. Накрытая крышкой кропчатая кастрюля стачал ароматный запах. А вот и он. Привет, Соня. Весь в отца. Прямоугольник окна возвышался за ее спиной, отчего мама казалась нарисованной на белом холсте. Блин, улыбающийся бать меня как-то напрягает. Садись, садись. В ногах правды нет. А завтрак самое важное для здорового человека. Я села, очарованно улыбаясь. Оля подмигнула мне и одновременно мигнула лампа. Заспанный какой. Потому что это сон. Какой есть наш родной. В детдом сдавать поздно. Вот это жуткий у вас вообще. Папа хохотнул, показывая, что шутит. Мама хлопнула его по плечу. Ой, я голодная, страшно. Мне кажется, там в кастрюль, короче, либо будет голова свини какая-нибудь, либо еще. Ну, короче, что-то жесткое. А мы, думаешь, просто так тут слюной капаем? А вот они, наверное, монстры. Братик, ты так кушать будешь? Как? Я поймала на себе искрящийся от веселья взгляда родителей. Был бы у меня фотоаппарат, запечатлел бы, чтобы они всегда улыбались мне со снимка. Чтобы остановить этот прекрасный миг. Лампочка погасла, вспыхнула. Чуть слышно задребежало стекло в раме. Сними маску, сынок. Есть же неудобно. Какую маску? Милповатая улыбка прилипла к губам. Ну, ладно, представляете, неудобно. Что это? Ой, боже. Ну, он жутко выглядит, ему не идет. Папа сказал, показывая крепкие белые зубы, похожие на клавиши пианино. Снимай, снимай, заяц. Я прорвел рукой по щекам, засмеялся. Вы о чем? Уже все смеялись. Папа сказал, утирая костяшками увлажнившиеся глаза. Ух, и насмешил ты нас. Ну, молодец. А теперь маску сними, будь добр. Я опять потрогал свое лицо, ощутил, как немеет кожа. Но на мне нет маски. Мама поерзала на стуле, перещурилась, клонив голову. Голос. Окна теперь был серым, все быстрее чернел. Пока не снимешь, не начнем. Но я не могу уже терпеть. Сними маску, не валяй, дурака. Голос был ласковый, но твердый. Мам, Тоша меня пугает. Это вы меня пугаете все? Скрипели ножки стула до половицы. Оля отодвинулась от меня. Она больше не улыбалась. Никто больше не улыбался. Разве что щели облупившие стен. Что ты наделал? Твоя сестра плачет. Но я ничего не делала. Оля хныкала, опустим голову из-под вахолобья. Боязвила, посматривая на меня. Мама грохнула клоком по соляшнице. Я чуть не валялся на пол вместе со стулом. Сын называется. Ой, жутко какая. Мы веселились, а тут ты пришел. Испортил все. У меня полетели брызги слюны. Я берусь к папе, умолю объяснить, что происходит. Липкий сироп, теплый подбород, ползай капал на рубашку. За его смотрели в разные стороны. Ой, господи, рот-то какой. На чердаке грохнулся, шуршал в коридоре. Водопроводные трубы запурчали. Дом ожил. В каждой комнате кто-то возился, ползал, дышал. Лампочка заморгалась с чистотой стробоскопа. Ой. Мамка такая жуткая, вообще я не могу обсорить на нее. У меня же прям уражь его кожа, какая она мерзкая. Лицы родителей-то ныряли во тьму, то возникали вновь. За окнами пришла высокая тень. Я набиралась отскочить, броситься прочь на тело, не повиновалась. Руки мертвым грузом лежали на столе. Я просто смотрел. Так это, наверное, баран сейчас вот этот у меня схватит. Свет погас. Во мраке сердце ударило три раза. Вот они мои. Лампочка вспыхнула ярко. Три маски уставились на меня дырами в отверстиях. Женщина-леса там, где секунду назад сидела мама. Мужчина-волк во главе стола. И девочка-зайчик, моя Оля. Я не мог даже спросить, зачем они нацепили эти странные страшные морды. И почему шерсть на них шевелилась, словно что-то движется внутри масок, вспучивая по пьемаше. Язык отказался реагировать на команды мозга. Лишь взгляд мой перемещался по маскам, по длинным кривым теням за спинами семьи. Кушать подано! Ну вот что там, бой, давай. Я договорилась, что башка из свиньи. Возможно, черви. Она сорвала крышку с кастрюли. Или я. Кровавая подлинная лежала трезвая крова. Ну, а я-то я, да? У них же есть. Настекленевшие глаза буравили меня распахнут урод в агер. Мопил беззвучно. Моя собственная была два на одне кастрюли. Кровь соструилась с отсеченной головы по перекошенному концову. Одновременно горячие струйки потекли с моих лазрей, умарая клюну. Клюенку погром. Ешь! Я закричал. Резко выпрямился. Челюсть обдала огнем. Весок ссаднил. Кухня, твари в масках, мертвая голова. Все исчезло. Все, кроме преследовавшей меня проклятой маски, которую кто-то из хулиганов нацепил на меня ради смеха. Я оторвал уже приземлившуюся к моему лицу зайчью морду и понял, что я очнулся в лесу возле поваленного снеговика. Весь в снегуху и хвойных иголках, без очков и с разбитой все аномий. Обморок. Кошмар. Пульсирующая боль была подарком по сравнению с привидевшимся ужасом. Я поднялся на ноги, отплез, отплевываясь. Лис оградил меня, как прутью решетки. Я не знал, как долго пробыл в отключке. Ноги и руки задубели, штаны промокли насквозь. Я стояла один, почти в полной темноте, в кольце взмывающих ввысь стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало. Уши закладывало шорох и шелестно. Кроны таяли в космической черноте. Кусты становились пустыми клетками, чей обитатель вдруг вышел на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа вырастается из мрака и схватит мое деревеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Антон! Ну все, сейчас батя меня опять найдет и все будет хорошо. Меня искали как того пропавшего мальчика. А, нет, погоди-ка! Когда батя искал, мы увидели этого хозяина леса. Глаза зашипало выступшимися слезами. Тяжелая капель сорвалась с ресниц. Антон! Крик зазвучал громче, неговенье. Я даже поверила, что меня спасут. Я здесь! А вот интересно, как сейчас будет. Душа свет ударила мне в лицо и слоняется пятерней. А, сразу батя, видишь, все-таки я права, что если мы не идем с Алисой, то мы хозяев леса, ну, хозяина леса и других зверей, походу, не встретим. Потому что, помнишь, она же сказала, что со мной ты в безопасности. Аля, будешь ходить со мной, и будет все окей. Луч фонаря скользнул вниз. Антон! Вот ты где! Ты совсем сдурел! Это вообще как понимать! Папа шагнул ко мне из мрака. Я ринулся навстречу, надеясь, что он не растает, оказавшись черным миражом, проделками свихнувшегося разума. Он был настоящим, теплым и живым. Язык проглотил? Я встретил твою одноклассницу на дороге. Она сказала... Тебрик запрустили ветки. С недаемым ужасом я пронул к отцу, а он встрепетнулся, изучая чешобу, и сказал совсем другим напряженным тоном. Так, пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потелся к отцу, все еще леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовал подушечками быстрый пульс. Поднялся, пошатываясь, пообрел с папой по едва-едва различимым следам. Назад к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец перепарковал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Ни единого намека, где я тебя нашел. Да, папа. Че интересно она сказала, что меня отмудохли? Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное, и все рассказывал, как боится потерять меня и волю. Я кивал, послушно перебирал ногами. Только в машине отец заметил ссадины. Тебя били? Я щупал скулу. Подрался. Из-за чего? Из-за девушки. Отец кивнул задумчиво, загудел двигатель. Выражение папиного лица его гадал поясни, но это был нелипкий парализованный меня в кошмар и страх. Его страх был благородным и чистым бриллиантом. Он открыл бардачок и достал салфетки. Мама бы сейчас меня не одобрила, но вот что, сынок. Драться за девушку... Это правильно. Пистолет, вон, пистолет. Да, нужно решать конфликт словами, но иногда... Иногда слова не помогают. И папа улыбнулся мне подбадривающе. За секунду до того, как он захвал бардачок, я выдел торчащуюсь под тряпки рукоять. Он возил с собой оружие. Мой интеллигентный папа держал под рукой пистолет, как герой боевиков. Или как обычный бандит, шепнул волосок. За окнами вертишили сосны. Фары подали с темнотой. Машина везла домой. Папа изучал меня настороженно в зеркало заднего вида. Я думала о пистолете, о снах, о людях в масках зверей, притворившихся моими родителями. И ехали мы домой. Блин, интересно, совсем другой поворот истории. Совсем по-другому. А белые снежки все парили в темноте. А вот и мы. Я верю, не забыли. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. Но ее лицо застало грозные эмоции на стыке гнева и презрения. Внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял, потерял. Да в школе поди забыл, простофиля. Повисла ядовитая пауза. Весь в тебя. Отец сердето смирил маму взглядом, а затем заковарщически подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные. Проживем как-нибудь. Родители еще некоторое время стали в тишине, а затем каждый из них молча попрыл по своим делам подальше друг от друга. Я еще не успела родиться, как ко мне бросилась Оля. Оля к нам бросилась, а мы бросаемся от нее. Спасибо большое за просмотр, ребят. Я думаю, я еще напишу, ну, то есть дальше мы будем записывать серии вот именно по пути Полины. Посмотрим, как там будут развиваться события дальше. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok